12 ноября 2024 год, послушайте, я понимаю, что Россия больше, у России больше запасов и так далее. Я не пытаюсь убедить вас, что это будет легко, я просто пытаюсь внушить вам, что можно победить эту заразу. Ну, то есть, относитесь к этому коронавирусу, вот он там пришел в 19-м году, он убивал знакомых, друзей, близких, ну, как бы с каждым днем иммунитет какой-то развивался, развивались какие-то антитела. То есть, я сейчас пытаюсь просто гражданским в основном показывать, что есть какие-то антитела, которые вырабатываются. Поэтому я говорю там про нефть, да, допустим, то есть, пытаюсь найти, что это хорошее в том, что пришел Трамп, да. То есть, у нас есть уже опыт, там, в 17-м году, когда Трамп пришел, там, добывали США 9 миллионов баррелей в сутки, а когда он ушел, это было, по-моему, 13 уже, под 13. Понимаете, разницу там на 30% увеличил. То есть, это падение стоимости нефти. Падение стоимости нефти, если он пойдет теми же путями, а насколько я знаю, у него один из предвыборных лозунгов был такой, drill baby drill. То есть, drill это бэби бури, бури скважины. Да, а не drill, как строевая подготовка. Хотя, все может быть. Вот. То есть, как бы, падение стоимости нефти, это падение доходов России от нефти. Это снижение ее возможности закупать себе вооружение, нанимать себе китайцев. Что-то мне в комментариях пишет китайцы, о этих, китайцев, северокорейцев. Но северокорейцы за риску супа воюют, за плошку риса воюют. Так, ну, ребят, это они-то, может, и воюют. Но башляя там этому пухлячку, этому кимчаныру, чем кто там, очередному, весьма неплохо уж, поверьте. Помимо того, что дает там какие-то технологии, наверняка. Так что, нет, и, ребят, Трамп с Китаем там не в ладах серьезных, да? То есть, как бы, он, по-моему, там пошлины собирается водить. Падение экономики Китая, замедление роста, это, опять же, то же самое падение цен на нефть. Это снижение возможности Китая помогать Российской Федерации, пускай даже через Северную Корею. Я пытаюсь вам показать, в общем-то, кто там пессимистит и так далее, что Россия не бесконечна, она не всемогущая. То, что она там ядерная, не ядерная, я вам напоминаю, Вьетнам вполне себе навалял Соединенным Штатам Америки, которые были на тот момент ядерной державой. И у китайцев, у вьетнамцев совсем не было того оружия, которое нам сейчас предоставляется. А у нас там сейчас уже, да, ракеты уже делают, по крайней мере, Зеленский об этом заявляет. У нас уже там заходят F-16, у нас миражи заходят с нового года. Не паникуйте, дело идет к тому, что... Ребят, ну вы можете сравнить то, что было в 22-м году, допустим, на поле боя у россиян, там Т-90, эти огромное количество боезапаса советского. И то, что сейчас происходит. Сейчас у нас, ну, в буквальном смысле мы часто больше стреляем, ну, наши ребята больше стреляют, чем по нам прилетают, когда ты сидишь там в гляндаже в этом. Это ж, ну, как бы, я не знаю, как на всех участках фронта, а я свой опыт рассказываю, то есть, да, то есть у меня 14-й, 15-й воевал, 22-й, 23-й, 24-й, мне с чем сравнить. Будем, да даем мы эту гадину, не переживайте вы совершенно. Трамп не будет, конечно, нам помогать, он будет своими делами заниматься. Он своими делами занимается, это будет приводить к падению экономики Китая, к падению цен на нефть. Сейчас уже, сейчас уже основной экспортер в США не Китай стал, а Мексика. Выводится сейчас производство из Китая в Мексику. Так что, ребят, не переймайте с собой до Украины, не паникуйте.